Сегодня мы действительно услышали сообщение из Госдепартамента США о якобы полученном ответе из Москвы на тот документ, который американцы направили в качестве реакции на наше изначальное предложение о гарантиях безопасности в Европе. Здесь есть недоразумение, потому что когда мы получили американскую реакцию где-то неделю назад, мы приступили к ее изучению, но сразу же было видно, что американцы предпочитают концентрироваться на обсуждении тоже по-своему важных, но второстепенных вопросов. Это и переговоры о том, чтобы посмотреть, нельзя ли договориться о неразмещении ударных вооружений на взаимной основе, включая ракеты средне-меньшей дальности наземного базирования, которые раньше подпадали под договор, разрушенный Соединенными Штатами, включая транспарентность в сфере проведения учений, меры предотвращения непредвиденных инцидентов между боевыми самолетами, кораблями, ну и подобные шаги по укреплению доверия. Но по ключевому вопросу, который, в общем-то, и побудил нас обратиться с инициативами к Соединенным Штатам и Североатлантическому Альянсу, реакция была негативная. Я имею в виду наши требования о том, чтобы все добросовестно выполняли договоренности о неделимости безопасности, которые были достигнуты в рамках ОБСЕ в 1999 году в Стамбуле и в 2010 году в Астане. Эти договоренности предусматривают, среди прочего, не только свободу выбора союзов, но обусловливают свободу выбора таких альянсов необходимостью избегать любых шагов, которые будут укреплять безопасность какого-либо государства за счет ущемления безопасности других. И вот по этому ключевому вопросу мы увидели в реакции и Соединенных Штатов, и НАТО крайне отрицательные отношения. Они буквально возводят во главу угла исключительно принцип свободы выбора союзов, полностью игнорируя условия, которые были на высшем уровне согласованы, о недопустимости ущемлять при этом безопасность других государств. И нас также тревожит, что и, скажем, другие страны НАТО, например, Франция устами своего министра иностранных дел, не так давно заявила, что они настаивают на необходимости обеспечения безопасности на основе документов, которые предшествовали принятию Стамбульской хартии и Астанинской декларации. И цитируют, в частности, парижский документ, документ парижского саммита ОБСЕ 1990 года, в котором не было требования не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Иными словами, этот ключевой принцип международного права, согласованный на евроатлантическом пространстве, наши западные коллеги пытаются попросту, даже не проигнорировать, а предать полному забвению. И чтобы этого не произошло, когда мы получили реакцию из Вашингтона на наши изначальные предложения, я подробно описал то, о чем мы сейчас говорим с вами, в отдельном послании и направил его всем министрам иностранных дел, государству ОБСЕ и ряду других государств, чтобы они знали нашу позицию. И сегодня я подтвердил Энтони Блинкену о том, что это все-таки тема, которую мы не позволим замотать. И мы будем настаивать на честном разговоре и на честном объяснении, почему свои обязательства Запад выполнять не хочет. Или хочет выполнять их исключительно выборочно в свою пользу. Тони Блинкен согласился, что здесь есть предмет для дальнейшего разговора. Посмотрим, как пойдут дела. На данном этапе мы завершаем межчленомственное согласование поступивших от Соединенных Штатов предложений по другим вопросам. Будем докладывать их нашему президенту. Субтитры создавал DimaTorzok